Приветствую вас, виртуальные милитаристы! Итак, рано или поздно начинающий танкист решает вылезти из уютных аркадных боев War Thunder в реалистичные. Само собой, ведь РБшечки так хвалят старые опытные игроки и стримят топовые блогеры. Да, аркады это в принципе неплохая возможность по-быстрому сыграть каточку после работы, но все-таки именно РБ дает больше возможностей и глубины геймплея танков War Thunder. Но первая проблема, с которой сталкивается новичок в реалистичных боях, это стрельба. Как, черт возьми, здесь попадать? После читерского крестика из аркадки, который показывал нужный угол подъема орудия для стрельбы вдаль, в РБ все нужно вычислять самим. Ну, как это сделать, не ломая себе мозг и не используя логарифмическую линейку, сейчас я вам доходчиво и просто расскажу. Для начала давайте посмотрим, как вообще в принципе можно пристреляться и попасть в танках War Thunder, в РБ естественно. Первый вариант это выстрелить на вскидку, с вертухи, на глаз. Но данный метод доступен только опытным игрокам, у которых после десятков тысяч уничтоженных танков в РБ баллистический вычислитель уже просто вшит спиной мозг. Новичку такое пока недоступно, но как раз задача моего видео и научить вас стрелять именно так. Понятно, что я говорю про стрельбу на большие дистанции, в упор-то пофиг, там попадают все. Второй вариант это долго и нудно обстреливать противника, нащупывая угол подъема орудия по вертикали экспериментальным путем. Минусы данной методы. Мы выдаем свою позицию, не можем маневрировать, иначе собьем результаты пристрелки и придется начинать заново. И самое главное, нам скорее всего прилетит ответка с одного снаряда от более скиллового противника. Третий способ, но он тоже так себе, это пристреливаться пулеметом. Если он, конечно, у вас есть. Пулемет имеет меньшую дальность, чем пушка, вот в чем фишка и недостаток. Да и баллистика у него тоже отличается от пушечной, особенно на поздних боевых рейтингах. Поэтому результаты такой пристрелки весьма приблизительны. Плюс вы опять же выдаете свою позицию и можете словить ответный ваншот. Но! Я хочу предложить вам лучший способ. Четвертый. Это научиться использовать шкалу прицельной сетки, а не только крестик в самой ее середине. Считается что-то писец как сложно, но не надо пугаться заранее. Ведь даже такой гуманитарий, как я, сумел освоить данный метод, вы тем более сумеете. Разумеется, сетка не нужна при перестрелках на коротке в городском бою, как я уже говорил. А вот на картах Курск, Синай, Пустыня, Линия Можино и прочие огромные открытые пространства, там без нее вообще никак. Кто первый попал, тот и молодец. И этот метод, между прочим, работает абсолютно для любых орудий и снарядов. Вне зависимости от их баллистики и скорострельности. От брумбара до мелкокалиберной автопушки. И даже для сверхскоростных оперенных подкалиберов на поздних танках. Итак, переходим к сути. Только не пугайтесь. Все это звучит сложно. На самом деле это очень просто. Я постараюсь, ну, максимально примитивным языком это разъяснить. С вертикальной шкалой все понятно. Столбик с цифрами слева это сотни метров. То есть, если танк противника находится на расстоянии 800 метров от вас, мы поднимаем прицел на линию 8 и снаряд летит точно в цель. Элементарно и просто, верно? Но вот какая зараза. Вычислить само расстояние до цели. Самая сложная и важная задача. И для нее как раз используется вот эта страшная и непонятная горизонтальная шкала. С ее помощью можно посчитать расстояние до цели. Для этого нужно измерить так называемый горизонтальный угол, под которым виден танк. Боком или там строго фронтом или ромбиком. Ну, ромбиком будет уже чуть сложнее. Но здесь, друзья мои, очень важно. Вы должны знать хотя бы примерно размеры цели. Ну, дорогие новички, пусть вас не пугает перспектива заучить наизусть все размерные характеристики танков в игре. Их сотни. Это просто невозможно. Придется брать некие приближенные значения. Там, например, семейство Т-34 в ширину там 3 метра. Там танки КВ, ну, где-то до ИСов, по-моему, вторых. Они где-то там 7 метров без копеек. Ну, плюс-минус там небольшие разбросы вас не убьют. Там танк свыше 3,5 метров. Да и вообще единицы. Это всякие маусы там, черепахи американские и прочее. Так что ничего страшного. Давайте в нашем случае возьмем КВ-2. Для новичка, ну, который уже немножко там поиграл. У него там есть танки, там, может, не резервы совсем с КВшечками. Вы встречаться будете. КВ-2, КВ-1. Так вот, в длину он у нас получается 6 метров 95 сантиметров. Пусть будет 7. Смотрим по шкале. По шкале у нас получается, ну, кстати, 6-6,5 градусов. Где-то так. Далее мы подставляем вот эти два значения в формулу. Формула очень простая. Размер в метрах умножаем на тысячу и делим на угол. То есть тысяча это всегда. Не спрашивайте, откуда взял эту тысячу. Не хочу усложнять. Кому интересно, погуглите, что такое радиана. 7 метров умножаем на тысячу и делим на 6. Ну, хотите на 6,5, если вам так удобнее в уме считать. Получается примерно 1000 с копейками. 1150, ну, 1100 где-то вот так вот метров. Это как раз расстояние до данного КВ. То есть нам всего лишь нужно задрать прицел до нужной риски. Там 1050, 1100 и выстрелить. Вуаля. Но, друзья, погодите. Стойте. Очень важное пояснение. Не делайте так сразу. Вот что вы видели, как правило, на стримах опытных игроков. Ну, или в видеороликах. Едет вражеский танк, он такой примерно прикидывает, задирает вот эту вот вертикальную шкалу по рисочкам. Стреляет, попадает вообще как боженька. Вы пытаетесь ему подражать, у вас нихера не получается. Объясняю почему. Дело в том, что он, когда задирает прицел, он риски вот эти вот не смотрит. Это дико неудобно. Циферки далеко слева. Риски могут сливаться. Вы смотрите там, это черточка, не это. Пока вы там жалом водите. Вы, прикиньте, перед этим вам пришлось просто взять и в уме кое-что посчитать. Вы потратили на это время. А сейчас вы тут что-то еще тоже пытаетесь прицелиться. А если сквозь кусты, сквозь деревья, короче, пока вы там будете жалом водить, вы получите вам это жало, короче, об колено и сломают. Опытные игроки, они стреляют на скидку. Они никакие риски там не смотрят. Вам придется очень сильно усложнять себе жизнь. Но, внимание, друзья мои, я вам скажу как надо. Я вам сейчас расскажу просто охеренный лайфхак. Я удивляюсь, почему это мало кто использует. Тем не менее, тема, особенно для новичка, очень-очень рабочая. Что мы делаем для начала? Идем в меню управления. Естественно, танком. Ищем там параметры колесо мыши. Там будет, скорее всего, стоять какая-нибудь беспонтовая ось приближения. Убираем ее нафиг и ставим вместо нее ввод дальности прицела. Возвращаемся в игру и просто наслаждаемся после небольшой адаптации. Как это работает? Больше вам не надо корячиться, пытаясь вот эту маленькую черточку совместить с вражеским танком, там с двумя-тремя пикселями вдали, поглядывая еще на циферки. Что вы делаете? Вот практически в бою. Выехали вы из-за домика и смотрите. Кстати, обязательно пользуйтесь биноклем. Повесьте его на какую-то удобную кнопочку. Он, во-первых, с командирской башенки чуть выше прицела смотрит. А во-вторых, приближение больше. В общем, в бинокль вы обнаружили вражескую 34-ку. Стоит она вдали, ровно мордой. Собирается там рикошетить, танковать. Да еще не попадете вы в нее ни хрена. В общем, гордо стоит. Вы быстренько наводите прицел, смотрите. Ну, предположим, получилось 3 градуса. Ну, малюсенько она совсем далеко стоит. Уехали тихонечко за домик. В уме умножили 3 метра ширину 34-ки на 1000 и разделили на 3 градуса. Получилось 1000, естественно, метров до нее. А дальше, смотрите, крутим колесиком мыши, пока у вас не появится 1000, ну или близкая к ней параметр. Все, выезжаем из-за дома. Пока эта 34-ка будет по вам задирать ствол и прицеливаться, вы четко наводите крестик на нее. У вас поправка на 1000 метров по вертикали уже взята. Как на снайперской винтовке. Барабанчик подстройки прицела крутите, здесь все то же самое. И бьете. Ну, бывает же, не пробиваете с первого выстрела. Нужно 2-3 раза попасть. А у вас все, прицел четко есть. И просто фигачите в середину. Вот вам, друзья, и весь лайфхак. Естественно, танковый бой в игре War Thunder, он скоротечен и зачастую очень рандомен. Скиллованный какой-нибудь папкой меганагибатор может успеть выстрелить с вертухи раньше вас. Но таких отцов не очень таки и много. Но если вы будете стрелять осознанно, а не пристреливаясь там на ощупь на обум лазере с 10 снаряда, то ваш навык стрельбы на вскидку, вот как у батьков, придет к вам весьма и весьма быстро. И я буду рад, если сумел вам в этом немножко помочь. Желаю, друзья, всем хороших боев, адекватных союзников. Ну и чтобы количество пробитий равнялось количеству ваших попаданий. Всем пока!